Здравствуйте! Сегодня мы продолжим знакомство с триггерами, разберем на примерах области применения триггеров DML и триггеров DDL. Как мы знаем, триггер – это специальная процедура, которая хранится на сервере и которая срабатывает автоматически при возникновении некоторого события. Если это триггер DML, то событие касается таблицы, то есть это может быть ввод данных, удаление данных, изменение данных. Если это триггер DDL, то событие касается всей базы данных, либо всего сервера. Вспомним создание триггера DML. Для того, чтобы создать триггер DML, а триггер – это объект, мы используем команду createTrigger, далее имя триггера, можно указать схему, с которой будет связан триггер, обязательно параметр on, который указывает, для какой таблицы создается триггер. Триггер может создаваться также для представления, если только это не триггер авто. Далее обязательными параметрами являются for или авто – это синонимы, или же альтернатива – параметр instinct of. Как мы знаем, авто – это спецификатор, который указывает, что триггер срабатывает после события, instinct of – это спецификатор, который указывает, что триггер срабатывает вместо события. Событиями могут быть insert, update, delete. Далее обязательно параметр as. После этого параметра идет непосредственная команда инструкции, которая определяет действие триггера. Если же триггер создается из среды разработки, из визуальной среды разработки посредствами языка, к примеру, C-Sharp, то мы указываем имя процедуры и указываем, что это среда разработки с помощью предложения external name. Модификацию триггера можно осуществить с помощью команды alter trigger. Далее синтаксис, как у команды create trigger удалить. Триггер можно с помощью команды drop trigger, имя триггера. В области применения DML-триггеров, в частности, триггеров авто, то есть триггеров после события. Вообще, триггеры можно применять в любых ситуациях. Можно позволить реализовать часть алгоритма приложения. Помимо этого, триггеры авто создаются, во-первых, только для базовых таблиц, и можно применить их для создания журнала аудита действий, таблицах баз данных, для реализации бизнес-правил, либо же для принудительного обеспечения ссылочной целостности. Рассмотрим создание журнала аудита действий таблицах баз данных на примере. Наша инструкция создает из двух, наш пакет создает из двух инструкций, разделенных ков. Первая инструкция – это create table. Создается журнал аудита, который называется audit budget. Эта таблица состоит из таких полей, как project know, username, date, budget all и budget new. Создается команда под названием modify budget. Команда – триггер. Триггер создается для таблицы project. Триггер срабатывает после изменения тела триггера, само действие триггера. Что же делает этот триггер? Если изменено значение поля budget таблицы project, тогда объявляются три перемены budget old, budget new, project number. Далее. Из таблицы deleted, а мы знаем, что это временная таблица виртуальная, которая появляется, возникает, если в нашем триггере есть событие delete. Из этой временной таблицы выбирается значение budget, и это значение, то есть эта строка присваивается budget old. Дальше. Из таблицы inserted – это тоже временная таблица, которая появляется, если в триггере есть действие insert, выбирается значение budget, и это новое значение записывается в перемену budget new. Далее. Из таблицы deleted выбирается значение поля project new, и это значение записывается в перемену project number. То есть наш триггер пока что объявил три перемены, выбрал три значения, три записи из таблицы deleted и inserted, и эти значения присвоил переменным budget old, budget new и project number. Далее. Вот то, что он присвоил, он записывает insert into созданный нами журнал, либо созданный нами таблицу, как значение project number. Дополнительно он записывает имя пользователя, текущую дату, далее budget old и budget new. Рассмотрим пример реализации бизнес-правила. Создается триггер под названием total budget. Этот триггер создается для таблицы project. Триггер срабатывает после изменения. Если изменено значение поля budget таблицы project, тогда объявляются перемены sum old1, sum old2, sum new. Далее. Из таблицы inserted выбирается, подсчитывается значение суммы по столбцу budget, и это значение суммы записывается в перемену sum new. Далее. Из таблицы project также подсчитывает сумма значения по полю budget, но здесь выбираются не все значения таблицы, а только те, для которых значение поля project null не входит в таблицу deleted. Этого поля нет в таблице deleted. И вот эта сумма, которую мы получили, также записывается в перемену sum old1. Дальше. Из таблицы deleted также подсчитывает сумма по столбцу budget, и это значение записывается в перемену sum old2. Проверяйте условия. Если sum new, то есть последнее значение, измененное значение из таблицы inserted, если вот эта общая сумма по столбцу sum new больше, чем сумма значения sum old1 и sum old2, то есть из старых таблиц из deleted, умноженное на полтора, тогда выходит сообщение и идет откат транзакции, то есть не позволяет наш триггер изменить значение поля budget. иначе если вот это вот условие не выполняется, то выходит сообщение и мы можем изменить значение бюджета в таблице project. То есть если говорить по смыслу триггера, то данный триггер либо позволяет изменить значение бюджета на 50%, либо же запрещает. Запрещает в случае, если изменение оказывается более чем 50%. Мы также знаем, что при обеспечении ограничений целостности есть два типа ограничений. Это декларативные ограничения, которые определяются с помощью инструкции языка create table и alter table, и также процедурные ограничения целостности, которые реализуются посредством триггеров. Желательно, конечно, использовать декларативные ограничения, поскольку они поддерживаются системой и не требуют реализации пользователя. Применение триггеров рекомендуется только в тех случаях, для которых декларативные ограничения для обеспечения целостности отсутствуют. Рассмотрим на примере обеспечения ссылочной целостности. Создается триггер под названием Oxon Integrity для таблицы Oxon. Данный триггер сработает после вставки строки записи в эту таблицу Oxon, либо изменения тела триггера. Если изменены значения поля AmpNo таблицы Oxon, тогда что делает триггер? Он выбирает из таблицы Employer и Inserted значение поля AmpNo, в данном случае из таблицы Employer. И если, причем такие значения, где значение поля AmpNo из таблицы Employer равняется значению поля AmpNo Inserted, то есть мы ставили таблицу, ставили значение, строку, запись в эту таблицу, и вот этой вот такой выборки нету, то есть из null нет, не нашлась такой записи в таблице Inserted AmpNo, тогда у нас идет откат транзакции и вывод сообщения. Иначе мы сможем изменить значение поля AmpNo в таблице Oxon и выйдет небольшое сообщение. То есть данная ссылочная целостность, данный триггер, по сути, запрещает нам что-либо изменять, если в таблице Inserted нет новых записей. Еще один пример триггера. Он создан для таблицы Employer. Этот триггер срабатывает после удаления либо изменения. Если изменено значение поля AmpNo в таблице Employer, тогда мы из таблиц Oxon и Deleted подсчитываем количество строк, но не всех строк, а таких, что AmpNo из таблицы Oxon должно быть равно AmpNo из таблицы Deleted. И если это количество больше нуля, то есть мы практически из этой таблицы что-то удалили, тогда идет откат транзакции, то есть триггер не срабатывает, он не позволяет что-либо нам изменить. Иначе мы изменяем значение No в таблице Employer и выходит небольшое сообщение. Триггеры ДМЛ, которые срабатывают вместо события, то есть Instinct of триггеры, они создаются как для таблиц, так и для представлений. Эти триггеры можно применять также для реализации алгоритма приложения, но эти триггеры имеют ряд требований к значениям столбцов. Во-первых, значения не могут задаваться для вычисляемых столбцов, не могут задаваться для столбцов с типом данных TimeStamp, не могут задаваться для столбцов со свойством Identity, то есть для счетчиков, только если наше свойство Identity, Insert имеет значение On, тогда мы можем использовать данный триггер Instinct of. Требования действительны для инструкции Insert и Update, которые ссылаются на базовые таблицы. Если же Instinct of триггер создаются для представления, то мы не можем использовать пустые столбцы, то есть столбцы со значением No. Рассмотрим пример триггера. Здесь на примере пакет, который состоит из двух инструкций. Первая инструкция создает представление на основе таблицы Orders. Данное представление вытаскивает поля таблицы Orders, но здесь два поля, последние, они являются вычисляемыми полями. А так как это вычисляемые поля, то мы таблицу Orders записи не можем ввести во все таблицы. Мы можем ввести только в первые четыре, последние два мы ввести не можем, они должны быть подсчитаны. Создаем триггер для представления All Orders. Этот триггер срабатывает вместо Insert, то есть вместо добавления записи. Что делает тридер? Если мы хотим в базовую таблицу, физическую таблицу, ввести значение поля во все столбцы, в том числе вычисляемые, то вместо этого он вставит в таблицу Orders значения только в поля Order Right, Price, Quantity и Order Date, то есть вычисляемые поля он значения не будет вставлять и ошибки не возникнет. Причем вставлять будет их не из поля ввода, не из данных, а именно из таблицы Inserted. Создание триггера DDL имеет тот же синтаксис, что и создание триггера DML с небольшим отличием. здесь при создании таких триггеров мы указываем, что этот триггер создается для всего сервера либо для базы данных, а не для таблиц или представления. Также здесь есть особенность в том, что триггер DDL не бывает Instead of, только After. События либо конкретные события в системе, которые мы указываем в Event Type, в альтернативе Event Group, то есть события одной из событий или выполнения одной из инструкций группы, либо же этот триггер может быть триггером входа. Ну и далее тело триггера. Об этом мы с вами также говорили на прошлом занятии. Теперь рассмотрим на примерах DDL, пример триггера DDL уровня базы данных. Данный триггер, который называется Prevent Drop Triggers, создается для базы данных. База данных у нас сейчас sample, и он для такого события, как Drop Trigger. То есть этот триггер, так как Rollback идет откат, он нам не разрешает удалять любой триггер из этой даты базы. из этой базы данных. Он выдает сообщение, и идет откат, мы не сможем удалить триггера. Триггер DDL уровня сервера. Данный пример у нас состоит, данный пакет состоит из трех инструкций. Первая инструкция это Create Login, вторая инструкция Grant, и третья инструкция Create Trigger. Так как мы хотим создать триггер уровня сервера, и конкретно триггер входа, то мы сначала должны создать имя входа. Говорим Create Login, имя, пароль входа. Далее, для этого имени входа мы создаем права входа и создаем триггер. триггер создается для всего сервера. Если выполняется вход этого имени, как триггер входа срабатывает, если этот логин тест совпадает с оригинальным логином теста, и он уже один раз зашел под этим именем, тогда идет откат. То есть мы второй раз в эту систему под одним и тем же именем войти не сможем. Итак, сегодня мы на примерах разобрали триггеры DDL и триггеры DML. Еще раз напомню, что триггеры это процедуры, которые хранятся на сервере и которые срабатывают автоматически при возникновении некоторых событий либо в таблице, либо в одной базе данных, либо на всем сервере. У вас на экране вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить, и рекомендуемая литература. На этом сегодняшнее наше занятие завершено.